Всем привет дорогие друзья, меня зовут Далер Блэк. Есть быстрые машины, есть медленные, есть красивые, а есть уродские и огромные. И также есть тачки, которые хороши по всем пунктам. И у этих машин нет сильных косяков, у этих машин все на приемлемом уровне. Например, как сегодняшняя BMW M5 F90 Competition. Ты еще не играешь на Амазинг РП? Ты многое теряешь, например, то что ты можешь вступить в мою семью Блэк на сервере Йеллоу. Но что же нужно, чтобы вступить ко мне, спросишь ты. Все просто, создай персонажа с фамилией Блэк, а на этапе регистрации введи мой промокод Далер и получи 450 тысяч игровой валюты. И также ты можешь зайти на любой сервер под моим промокодом, все ссылки будут в описании. Начнем с цены. В салоне стоимость этой малыхи составляет 6 миллионов рублей. Это очень, очень, очень вкусная цена для такой машины. Если посмотрите ролик полностью, то поймете, о чем я вам говорю. Если учитывать, что BMW всего 11 моделей в салоне, то это входит в тройку самых интересных. Конечно же, за свои деньги. Внешний вид у BMW M5 выше всяких похвал. Без преувеличения, это одна из самых красивых Бэк. Очень качественная и злая оптика. Всюду шильдики Competition под капотом, ну не то чтобы вкусно, но по сути вкусно. Стоковые диски отвратительные, как и шины. Задние фары тоже одни из самых красивых. Салон здесь также великолепен, как и внешка. А самое главное, то что он красится полностью. На сидениях также присутствует логотип M5. Тут уже более реалистично подошли к салону и поставили нормальные сидения. Не то что у Мерса Е63. Посмотри, если еще не видел на него обзор. Руль здесь выглядит дешево и ничем особым не выделяется. Текстурка спидометра выглядит еще сносно. От первого лица катать можно, но этого делать, пожалуй, не буду. Характеристики у этой малыхи достаточно интересные за свою стоимость. Токи M5 развивает скорость 226 км в час, что очень хорошо. Привод у машины полный, что и плюс, и минус. Иногда хочется подрифтить на ней, но из-за полного привода делать это получается, ну, мягко сказать, не очень. Но, тем не менее, что-то выходит. Было бы очень классно, если бы разрабы добавили в тюнинг возможность установки привода по желанию. Хочешь дрифтить? Плати деньги и будет тебе задний привод. Управление у Мки добротное. Я не могу сказать, что это Ешка 63С. Но и не стоит забывать, что эта машина стоит всего лишь 6 миллионов рублей. Такая цена сразу перебивает все ее косячки, которых очень мало. Подвеска очень хорошо настроена. На рельсах и поребриках даже не почувствуете. В стоке бак вмещает 68 литров 98 бензина. А в багажник влезает 350 килограмм рыбы. Изменение клиренса здесь, к сожалению, не поддерживается. Причины мне неизвестны. Ну вот мы и подошли к тюнингу. В СТО вы можете установить первый чип за чуть менее чем 1 миллион. Первый чип добавит вам 22 абсолютно не лишних километра к максималке. Разгон в полторы секунды до сотки и с 7 и 3 секунды до максималки 248 километров в час. Клиренс изменить нельзя. Пожалуй, самое интересное тут это винилы, которые невероятно качественные. На выбор есть три винила. Первый из них с рекламой неизвестных мне брендов. Второй это сигареты Мальбора. Колхоз, конечно, еще тот. А вот третий винил это Speed Hunters. Я его поставил, наверное, исключительно из-за того, что постоянно видел эту надпись какой-то части Need for Speed. А Need for Speed я очень сильно люблю. И вот казалось бы, все. Но нет. Есть довольно непонятный момент. Для того, чтобы все эти винилы выглядели так, как это и должно быть, вы должны покрасить машину в белый цвет. При покраске в другой цвет винил тоже меняется. А при покраске в черный вообще исчезает. Я точно не знаю, но предполагаю, что это особенность самой GTA. И возможности все это исправить нет. Ведь так, разрабы? Ну вот, как и всегда, итог. Машина поистине оказалась народной. За свои деньги в 6 миллионов рублей и плюс-минус чуть больше миллиона за тюнинг, вы получаете отличнейший разгон, приемлемое управление, хороший внешний вид и внимание всех игроков. Советую всем ее себе приобрести. Она реально того стоит. Вообще, на самом деле, изначально я хотел ее захейтить. Но как оказалось, не за что. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Удачи!